Сина, Китай. Монголы управляли Россией более 200 лет. Почему сейчас в русских не течет их кровь? Сина.Чон, Китай. 18 сентября 2019 года. Говорят, что в каждом русском есть монгольские корни. Смысл в том, что вне зависимости от того, как выглядит русский, в нем обязательно будет течь монгольская кровь. Это правда, исторически монголы управляли Русью на протяжении 200 лет. Русским не нравится, когда упоминают этот период. Вплоть до того, что российские историки даже используют специальный термин для описания этого периода в истории, называя его татаро-монгольским нашествием. Но все же нельзя отрицать, что монголы оказали огромное влияние на русский народ. Все началось еще в IX веке, тогда нынешняя Россия еще была группой разобщенных славянских племен, проживавших в восточной части Европы. Во времена древнего Рима русские, кельты и немцы считались самыми отсталыми европейскими народностями. Впоследствии варяги с севера вторглись в восточную Европу, захватив часть славянских поселений. Они основали нынешний город Киев и сделали его столицей государства Киевская Русь, которая была прародителем России. После основания Киевской Руси варяги по-прежнему следовали традициям славян. Они также поощряли смешанные браки для укрепления дипломатических отношений. Так кровь европейцев начала смешиваться со славянской. В 1206 году Чингисхан основал Монгольскую империю. Он не только желал захватить западные Ля на юге и северную Сум, но и с жадностью смотрел на территории Киевской Руси. Монголы отважно воевали. За два западных похода в течение 15 лет им удалось захватить Киевскую Русь. Тогда Батый переименовал Киевскую Русь в Золотую Орду. С тех пор Русь находилась под властью Золотой Орды на протяжении двух с половиной веков. Несмотря на то, что монголы безжалостно воевали, способностей грамотно управлять государством у них не было. Во время их господства Русь раскололась на большие и маленькие княжества. Кроме того, так монгольская цивилизация, все еще находясь на достаточно примитивном уровне, получила развитие. Частые смешанные браки монголов со славянами оказали большее влияние на генофонд славян, чем предшествующие до этого браки славян с европейцами. Почему сейчас русских называют воинственным народом? Потому что монгольские гены, направленные на завоевание земель, передались русским через межнациональные браки. Русских также называют белыми монголами. В таком случае возникает вопрос, насколько распространены браки между русскими и монголами. Лидер Октябрьской революции, основатель СССР Владимир Ленин на четверть монгольского происхождения, его бабушка, монголка, позже, ближе к концу управления династией Вань. 1271-1368 годы, монгольская империя была разрушена. Славяне объединили свои силы, чтобы свергнуть власть монголов и вернуть государство. Славяне унаследовали многое от монголов, в том числе и любовь к завоеванию земель. Однако впоследствии браков между русскими и монголами становилось все меньше, а с европейскими герцогами все больше и больше. Таким образом, можно сделать вывод, что в русских течет в основном европейская кровь. Несмотря на то, что монголы правили Россией 200 лет, это лишь страница истории. Славяне спустя несколько столетий снова стали похожи на европейцев. Интересно, что до вторжения монголов нынешняя российская столица Москва была лишь небольшим пограничным городом. После того как монголы завоевали ее, они использовали Москву как основный город и размещали в ней конницу, на месте которой сейчас находится Кремль. Иронично, что монголы, которые вызывают у русских чувство стыда, оказались основателями их столицы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.